Я Евгения Фронтина. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем канале. Мы верим, что смотря передачи и проповеди Церкви Скиния, вы получаете хлеб насущный и живое актуальное слово с неба. Мы рады, что вы разделяете видение Церкви Скиния и поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о переводах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. Посылаю вам мир. Вообще, женская церковь – это у меня площадка для стихии, где я могу не бояться. Не бояться регламентов и всего остального. У меня сейчас приходит такая мысль. Хочу задать вам вопрос. Как бы правильно его задать? Кто верит? Или неправильно верят? Все должны в это верить. Кто реально имеет откровение? Или, давайте так, имеет некое переживание? Небо. Переживание неба. Ты вот осознаешь, что реально у тебя есть некое место, в которое ты однажды уйдешь. Есть это переживание? Дело в том, что многие люди сегодня поражены страхом. К сожалению, многие христиане. Мы в основном, естественно, мы живем на земле, и об этом Библия много пишет, да, об этом Иисус говорил. Не заботьтесь о том, что вам есть, во что одеться. Об этом во всем заботятся неверующие люди. Посмотрите на лилии, да, как Господь одевает там. Посмотрите вообще на птиц небесных. Они не заботятся, но Господь их кормит. Нам сложно представить себя лилией или птицей, потому что мы живем на земле, ходим по земле. Мы еще и женщины. Нас вообще называют алчными, да, то есть мы думаем только о деньгах. А почему мы о них думаем? Потому что мы больше привязаны к земле. Почему мы привязаны к земле? Во-первых, у нас природа с землей очень похожа. Мы даем жизнь. В землю попадает семечко, и земля дает жизнь семени. В женщину попадает семечко, и женщина дает жизнь этому семечке. В виде сказанного слова. Даже если оно сто лет не принадлежит мне. Но жизнь я могу ему дать. Часто же, да, ты носишь внутри себя какое-то ненужное семечко. Зачем ты его кормишь? Зачем я его кормлю? Каждый раз себе вопрос задаю. А вырвать жалко. Попало же. Надо кормить. Земля. Так же земля, если бы она, допустим, взяла бы и не давала бы жизни тростникам, ну, терновникам, допустим, не тростникам, терновникам, да, допустим, там, плохим растениям, да? Не давала бы жизнь. И была бы у нас травка-муравка везде, и одни цветочки, и было бы все замечательно. Но земля так устроена, она дает жизнь всему. И грибы растут, и хорошие, и поганки, да? Из той же земли. Мы очень похожи с землей. И поэтому мы стоим на земле покрепче, и женщина подольше живет. Так вот исторически сложилось. Потому что она дает жизнь. Есть много версий, почему женщина подольше живет. Одна из версий, она мне очень нравится, потому что она детей рожает. А когда детей рожает, она выпадает из жизни. Господь ей компенсирует. Мне компенсация в тройном размере должна прийти. Я жду. Планирую долго жить. Вот. И почему нас называют алчными? Потому что мы заботимся, мы вынуждены заботиться о реальной жизни. Во что нам одеться? Что нам есть? Где нам жить? Почему? Потому что мы рожаем реальных детей на реальную землю. Мы рожаем реальных детей на реальную землю. И поэтому женщина иногда превращается, выглядит как алчная, лишь только потому, что она вынуждена об этом заботиться. У мужчины он немного другой, он по-другому устроен. Он не земля, хотя тоже из праха. От него, как об стену горох, он бетон. И в нем, чтобы проросло семечко, невозможно. Хотя, если под бетоном есть земля, если земля даст жизнь семени, то мы видели, как сквозь бетон прорастает. Как все-таки важна женщина со своей вот этой природой земли. И поэтому нас часто называют алчными. Потому что нам приходится об этом заботиться, а значит приходится чаще об этом говорить. И чаще приходится предъявлять. Потому что нам приходится реальных детей растить на реальной земле. Даже если у тебя нет ребенка, но тебя так называют, не переживай, в тебе есть материнство. Это тот же инстинкт, который заставляет тебя заботиться. Почему женщина заботится о своей жизни? Почему сегодня женщина, она побеждает во многих процессах? Мы сегодня, да, в интернете есть такая картинка, как беговой такой забег дорожки. Женщины бегут и мужчины бегут. Мужчины по прямой пусто, а у женщины вот такие преграды, препятствия. Стирка, уборка, готовка, дети. И она бежит наравне с мужчиной, еще преодолевая препятствия. И поэтому женщина на сегодняшний день много об этом заботится. И у нее неплохо получается, потому что она земля. Поэтому в Библии сказано, мужчине дается наставление, не связывайся с блудной женщиной. Почему? Потому что обнищаешь до куска хлеба. Почему так говорится? Не потому что какая-то страшная блудная женщина сворует у тебя все деньги. Нет. Потому что только замужняя женщина дает семя, дает семени прорасти. И сквозь бетон прорастают большие-большие деревья. А блудная – это значит та, которая сегодня под одним бетоном, завтра под другим бетоном. Это как бы, понимаете, тут долго надо, как говорится, лежать на одном месте. Понимаете? Улавливаете суть? Вот. Она просто, эта женщина не успевает дать тебе, как говорится, прорасти. Она лишь только берет, хватает то, что может схватить. А может быть и не хватает. Просто когда бетон перекидывается с одной почвы на другую, в нем ничего не прорастает. Так вот, зачем я это вам начала говорить? Многие женщины живут именно в страхах. В страхе. В страхе. В страхе жить на этой земле. И вообще это нормальный страх. Никто живым с этой земли не выберется. Мы все уйдем с этой земли. И горе нам, верующим женщинам, если мы не имеем откровения о том, куда мы идем. И однажды я слышала такую из версий, потому что об этом много сказано, много сегодня роликов в интернете, очевидцев, кто был, типа, посещал и ад, и рай, и там много-много всего. Но я стараюсь этого ничего не слушать, потому что в этом много какой-то греческой мифологии. И это не похоже на то, что я читаю в Библии. Но я знаю, что во мне есть залог Духа Святого. И иногда я переживаю некое состояние. Я не вижу небо. Я не вижу этот другой, как мы называем это небом. Я не вижу это место, но я чувствую это место. И это чувство приносит мне какое-то удивительное насыщение внутреннее, что мне не страшно. Мне не страшно. На сегодняшний день очень много этих всяких панических атак, многих мучают навязчивые мысли христиан. Я о христианах говорю. Я не говорю даже о советских людях. Навязчивые мысли. И, конечно же, люди ходят лечиться и пьют всякие иногда транквилизаторы и много-много всего. Но самое важное, что необходимо нам, верующим, знать, нам необходимо погружаться вот в эти духовные практики. Вот что мы сейчас делаем. Может быть, ты вначале зашла, смотрела, думаешь, что мы тут делаем вообще. Мы погружаемся в некую атмосферу, где я чувствую, что это все не игра, что это все не просто так. Я не могу это объяснить, я это чувствую. Я не могу это даже осизать, осознать, да, хотя иногда я даже чувствую в теле. Я могу эту атмосферу, такое чувство, как будто бы трогать руками. Это переживание внутреннее. Если этого переживания у тебя нет, как у верующей женщины, почему я сказала, на уровне откровения, на уровне какого-то вот переживания. Вот, знаете, еще такое сравнение хочу дать. Вот женщине же недостаточно, да, есть такой прикол, когда женщина приходит к мужу своему, говорит, любимый, ты меня любишь. А он только говорит, иди в паспорт посмотри, да, или загляни в свидетельство о браке. Там свидетельство того, что я тебя люблю. Но женщине этого недостаточно. Недостаточно, да? Она понимает, что да, она замужем, она понимает, что есть свидетельство о браке. Но ей надо что-то большее. Что? Переживания, эмоции. Чувствовать. Чувствовать. Также и в Боге мы, очень часто мы, наши отношения выглядят так. Как ты понимаешь, что ты верующая? Ну, я заглядываю в Библию. Вот, это как паспорт или как свидетельство о браке. Но есть некие переживания во Христе. Есть некие эмоции, которые я переживаю лично с Богом. И именно в этих переживаниях приходит мир. Приходит некая атмосфера Царства Божьего. Написано, праведность, мир и радость. Атмосфера Царства Божьего. То, куда уйдет моя душа. Мое тело умрет, останется здесь, на земле. Моя душа уйдет в вечность. И как она узнает, куда она идет. Вот я буквально вчера была на могилках, на похоронах. Мою бабушку хоронили. Она умерла, ушла к Господу зимой. Но ее кремировали. И вот этот вот сундучок с бабушкой мы повезли на могилке. Хоронить у нее было последнее желание. И она хотела в свою деревню к родственникам. И вот родственники уже в ряд лежат. Вот бабушку туда мы хоронили. И знаете, что удивительно? Приехали мы и наши родственники. Это неверующие люди. Они разговаривают. Там один дяденька разговаривал матом. Ну, то есть он не просто иногда матерился, он разговаривал матом. Он ни одного русского слова не знает. Он все говорил матом. Я такое впервые видела. Серьезно. Я как бы всякое в жизни повидала, поверьте. Я от слова там попа не падаю в оморок. Да? Но я всякое в жизни повидала. Но здесь я была в шоке. И папа мой статус говорит, ну, говорит, Женя, он просто по-другому не умеет. Я говорю, ладно, я закрою уши, я не могу это слушать. Но он не часто говорил, ладно. Прожили мы это. Но что удивительно? Удивительно то, что я смотрю на фотографии. Я там фотографировала, снимала. Атмосфера. На похоронах что делают? Рыдают. Или хотя бы делают вид, что им грустно. Да? Ну как? Ну положено же ты же на похоронах. А мы все улыбаемся, все фотографируем. Как будто мы тут это... Что приехали возле могилок пофотографироваться? Я вообще не поняла, что случилось. Атмосфера. Почему атмосфера? Бабушку мы в урне везли в машине до Барнаула. Ну, и даже не было атмосферы... Ну, понимаете, бабушка ее пепел вот в этой вот урне вот этой. Как это называется? Урна? Ну что это? Ну, такой красивый фужер. Я не знаю, закрытой крышкой. Вот. Но атмосферы смерти не было. Почему? Потому что я точно уверена, моя бабушка ушла в вечность. Господ. Это атмосфера. И поэтому, когда последняя... Мы ее увозили, мы разговаривали. Она, как любой человек, цепляется за жизнь. Но все равно паники, ужаса и страха в ее глазах нет. До последнего человек сидел. Ей ампутировали ногу перед смертью. У нее все сложно было. И она уже... Ее только ногу ампутировали. Она пришла в себя. И так говорит, Таня, я уже узнала, как я буду передвигаться. Говорит о том, что человек... Душа человека не осознает, что все конец. Почему? Потому что конца-то нет. У души конца-то нет. Душа-то пойдет дальше. Вечность. Это на земле тело останется. А душа-то побежит дальше. Как в фильмах часто показывают, когда резкая смерть, и душа выбежала. И он еще долго не понимает. Ну, такие есть фантастические фильмы. Долго человек не понимает, что он умер. Почему? Потому что душа бежит. У нее не было осознания смерти. Вот этой паники, ужаса, что там что-то ждет ее ужасное. Но я видела и другие смерти. И была на других похоронах. Ну, ладно, здесь такой пример, когда уже совсем старенькая бабушка, 94 года, как бы уже пора идти к Господу. Но это естественно. Иногда, конечно, опять же, у нас была недавно трагедия, но это довольно-таки недавно. Подросток девочка разбилась. И удивительно, на ее похоронах было очень много подростков. Ее родители вместе с священниками пели псалмы и призывали детей к покаянию. Была атмосфера Царства Божьего. Я не хотела вообще об этом говорить, у меня вообще другая проповедь. Но почему-то вот просто стояла картинка неба, и мне Дух Святой говорит, «Поговори о небесах». Горе нам, если мы верующие люди, верующие женщины, и мы сильно привязаны к земле. Мы должны с вами быть в неком балансе. Мы должны и по земле ходить, и за небеса держаться. Мы должны знать. Мы должны чувствовать небеса. Это очень важно. Это плохо, когда человек отрывается три метра от земли и не живет на земле. Такие люди, как мы их называем, немножко духоманят люди, которые вообще не живут в физическом мире. Они, как правило, в физической жизни проигрывают, они не работают, бездельничают. Они это так не называют, они говорят, мы молимся много просто. Ну хорошо, они молятся. Но при этом они в долгах, потому что жизнь заставляет, за все отвечает серебро. И приходится жить на земле. И они такие неприспособленные к жизни. Но наша задача научиться и на земле жить. И в чем мы сильно преуспеваем все. Мы с вами заботимся о том, ну вот, не знаю, наша церковь всегда об этом заботилась. У нас все девочки хорошо выглядят. У нас все девочки работают. У нас все девочки как бы ходят по земле твердо, основательно. Стоят на ногах. Это хорошо. Но горе нам, если мы забываем, что еще так же твердо мы должны стоять там, на небесах. И это невозможно просто, вот знаешь, как таблетку выпить. Нет этой таблетки. Это личные переживания с Богом. Личные отношения там, где мир. То есть ты уходишь из бури. Вот когда я летаю на самолетах, мне так это нравится вообще. Особенно, допустим, там Питер, Москва. Да что, ладно, Новосибирск. Как не приземляешься, летишь. Знаете, что там на небе всегда хорошая погода. Там туч нет. Там солнце. Там лишь только светло, темно, рассвет, закат, да? И ты начинаешь спускаться в город. Там, да, сквозь тучи приземляешься. Хорошая погода сегодня в Новосибирске. Минус 32. Welcome. И ты как суслик выходишь. А там, ну там, конечно, холодно, но я не об этом, а об атмосфере. Потому что иногда ты просыпаешься, погода плохая. Я чем взрослее становлюсь, тем какая-то метеозависимая становлюсь. Я, конечно, разрушаю эти слова во имя Иисуса. Пусть мое внутри солнце всегда горит. Но настроение влияет. И если мы будем всегда ведомы, лишь только, есть солнце, плохое настроение, есть солнце, хорошее настроение, нет солнца, плохое настроение, то мы должны забывать, мы еще и духовные люди. Если здесь проблемы, если здесь какая-то информация бежит, да, там, в твои уши, в твои глаза, если там страшно, там страшно, здесь опасно, здесь вообще жить не стоит, то помни, там всегда хорошая погода. И только в молитве мы способны потерять вот это вот земное притяжение и войти в это ощущение безопасности. когда нет этого ощущения безопасности, проблема у нас, потому что страх – это любимое оружие дьявола. Страх. Чего человек боится, то и бегает за ним, достигает его, догоняет его. Но чтобы это преодолеть состояние, нам необходимо, я хочу влюбить вас вот в это состояние, погружаться в его присутствие. Это не просто отработанные какие-то песни, слова или что-то еще. Я не знаю, как тебе, мне помогает молитва на иных языках. Так написано в Слове Божьем. Давайте прочитаем. Ты можешь забить в поисковик, если не знаете, о чем молиться? Там написано, что если вы не знаете, о чем молиться, то нам дан кто? Двух святой. Когда мы не знаем, о чем молиться? Когда мы не понимаем, о чем молиться? И вы знаете, Бог знал, что мы не будем знать, о чем молиться. Он знал об этом, что мы с вами не евреи из евреев, что мы не воспитывались на коленях священников. Я единственное, что помню из детства, там написано, что Дух ходатайствует в нас воздыханиями неизреченными. Надо вот это место найти. Бабушка меня научила молитве. Как же? Забыла уже. А, ангел мой, будь со мной, храни меня, всех нечистых гони от меня. Выглядит как заклинание какое-то. Ну, легко запоминалось. И я повторяла эту молитву всегда. Перед сном, в основном перед сном. Почему? Потому что перед сном это маленькая смерть. Так? Ты не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Почему все происходит перед сном? Утром. У тебя же нет такого яркого желания помолиться? Ну, если только ты реально духовный человек. Почему? Потому что солнце встает над злыми и над добрыми. И земля дает жизни всем. И поэтому утром ты проснулась. Фу, проснулась. Живем. И бежишь, забыла все свои грехи и побежала дальше. А к вечеру ты аккумулируешь все свои мысли, все свои поступки. И в этот момент, что ты погружаешься либо в страхи и начинаешь гонять эти мысли навязчивые. И сегодня это вообще распространенное заболевание даже среди верующих людей. Ко мне обращается много верующих женщин, которые болеют паническими атаками. Это навязчивые мысли, страхи. Это продукт, конечно же, стрессов. Мы живем в тяжелое время. Мы не такие стрессоустойчивые. И поэтому это проблема. И проблема сегодня многих из нас. Мы цепляемся за людей. Мы цепляемся за плохие отношения. Мы цепляемся за какие-то плохие... Изначально зная, что это ловушки, мы цепляемся за них, думая, что это будет наша опора. Но если мы говорим о вере, то праведник своей верою жив будет. И очень многие процессы придется пройти в одиночестве. Имея личное отношение с Богом. И поэтому, конечно, проповеди нас вдохновляют. Верующие христиане нас иногда поддерживают. Это все замечательно. Но все же, есть ли у тебя откровения? Или есть ли у тебя внутреннее переживание? Танцует ли твоя душа с Духом Божьим? Есть ли у тебя этот коннект? Или твоя душа просто знает мертвое слово, оно для тебя? Почему я называю его мертвым? Потому что оно не ожило в тебе. Оно не ожило. Ты знаешь Библию, но она в тебе не ожила. Ты это не переживаешь, не осознаешь. У тебя нет этого чувства. Так же, как ты можешь быть замужем, поставлен штамп в паспорте, но ты не чувствуешь себя любимой. Или многие даже не чувствуют себя женой. Такое бывает. И поэтому чувства, переживания, некий коннект. Смотрите. Слава Богу, нашли это место. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Почему мы часто не молимся? Потому что мы думаем, а я не знаю, как должно. Так? Я не знаю, как должно. Самый часто задаваемый вопрос. Женя, научи меня молиться. А как надо вот эту молитву? А можешь мне эту молитву сбросить? Я говорю, да я не запоминаю эти молитвы. Я вот что сказала? Иногда что-то быстро накидала, набросала или прочитала. Но в этом не суть. Ты можешь выучить какие-то, как я сейчас тебе, вот бабушка, меня научила. И что? И что? Это просто выученные слова. Я потом их повторяла просто так везде, и даже когда ходила на плохие дела. Тоже повторяла. Вы понимаете? Как заклинание. Это не имеет смысла. Но только возрожденный Духом человек. Когда Дух Божий, что произошло? Завеса в храме разодралась. То есть Бог порвал штору, вот эту вот штора, которая закрывала святое и святых, Божье присутствие и людей. Он порвал эту штору и ворвался в нашу реальность. Об этом Иисус сказал. Вам будет хорошо, если я уйду, потому что Отец пошлет утешителя. И этот день Пятидесятники, когда все содрогнулось, когда Дух сошел, когда Дух Божий сошел. Я знаю, что многие верующие женщины в нашей церкви навряд ли, но ко мне обращаются женщины, они не молятся на иных языках. Они уже давно в церкви, даже по пять лет, по три года, иногда даже и больше, и они не молятся на иных языках. Как так? Они думают, что... Ну, разные есть версии, почему они не молятся, но в этом сама суть. Это как пуповина, которая соединяет тебя с Богом. Пуповина, через которую ты можешь чувствовать, допустим, ребенок в очреве матери. Мы же не знаем в объеме вечности. Если нас рассмотреть в объеме вечности, мы как дети в очреве у земли. Да? И мы однажды родимся. Куда? В вечность. Можно так рассмотреть нашу жизнь? Мы сейчас с вами зачаты в земле. Вот мы растем. У нас, допустим, бывает раньше срока, кто-то рождается, кто-то выкидышем, да? Ну, кто как умирает. Кто-то полноценно вынашивается там, сколько лет сейчас, полноценно. Не знаю, там... Ну, всех по-разному. Кто как верит. А вообще, да, человек должен жить сто лет, ну, не знаю, сто двадцать, ну, с нашей экологией, ну, не знаю, неважно. С образом жизни, так как мы себя травим, что мы едим, пьем, это вообще... Ну, тем не менее, да, сто двадцать лет. И вот это как вынашивает... Земля вынашивает ребенка. И чтобы ребенок, его выносить правильно, ну, чтобы он созрел, нужно что? Пуповина. Как он будет кушать? Как он будет принимать? Ребенок! Вы же кто здесь рожал детей, да? Это раньше нам говорили бабушки. «Ешь за двоих!» И наедала Женя по двадцать пять килограмм. Бампер себе такой, что ужас. «Ешь за двоих!» Знала ли Женя, что дети мои не едят то, что я ем? Они едят меня, кости, минералы. то, из чего состою я. Именно поэтому нам нельзя разрушать землю, потому что мы, простите, ее едим. Мы бросаем пакеты, мы бросаем гадость, а потом мы едим испорченные продукты. морковка впитала в себя пакеты, всякую гадость. И что происходит? Мы питаемся сквозь эту поповину, и многие верующие люди отказываются питаться от источника. Мы питаемся суррогатами. Мы хлебаем околоплодные воды. И поэтому рождаемся очень часто, спасаемся как бы из огня. Мы вроде бы христиане, а жизнь наша выглядит так, как будто бы отец наш не Бог. Но именно в этом стихе заложена сама суть. Так же и Дух подкрепляет. То есть Дух Святой, это как пуповина между небом, между Отцом и нами. Это как пуповина. Недаром же Дух Святой имеет женское начало. Он кормит нас. Мы не знаем, о чем молиться, но Дух знает. И мало того, Он сам за нас ходатайствует. Кто заботится о ребенке? Ребенок сам о себе заботится внутри у чрева у матери или мать заботится о ребенке? Ребенок – заложник выбора матери. Но часто мы сами заботимся о себе. О чем Иисус говорит? Говорит, ребята, вы не знаете, что делаете. Не об этом надо заботиться. Это лишнее. Позвольте Богу заботиться о вас. И это иногда очень звучит абстрактно. Когда я это раньше слышала, мне говорят, позволь Богу заботиться о тебе. Я говорю, бла-бла-бла-бла. Я не понимаю, как это на практике. А на практике сегодня я могу понять, как это. Это когда я не знаю, о чем молиться, но я понимаю, есть проблема. Я вот часто не знаю, как молиться за детей, за своих. Я начинаю говорить, и я становлюсь косноязычной. Бла-бла-бла. И не знаю, о чем говорить. Потому что очень часто я понимаю, что... Я не понимаю, что просить. И я говорю. Я беру этот стих, соединяюсь с пуповиной. Я же в очреве в земле сижу. Понимаешь, я не вижу. Я только могу слышать, как ребенок в очреве слышит голос матери, сердцебиение матери. он даже слышит, почему с ребенком надо разговаривать. Он слышит, кто с ним разговаривает. Он слышит музыку, вибрации. Я могу видеть только, как сквозь тусклое стекло, что я слушаю. Я могу слышать сердцебиение Бога, его настроение, его слово ко мне. И что происходит? Происходит то, что сбилось с мысли. Что я сейчас хотела вам сказать? Ё-моё. Прям сбилось, сбилось. Я соединяюсь с Богом через молитву. Я не понимаю, что происходит на самом деле. А, не знаю, как молиться за детей. Часто так бывает. Тогда я прихожу в комнату, остаюсь одна или еду в машине, неважно, где-то нахожусь. И я начинаю говорить. Говорю, Дух Святой, давай помолимся за Давида. Чую проблемы. Не знаю, о чем молиться. Чует сердце. Давай помолимся. И начинаю молиться. И вы знаете, я давно уловила такой момент, когда я вот так осознанно совершаю такую молитву, у меня языки меняются. Я вдруг в какой-то момент начинаю говорить, не как всегда. Я начинаю понимать, что что-то вот Бог говорит сейчас. Я не понимаю, что Он говорит. Но я доверяю Ему, что Он говорит хорошие вещи. Потому что Он имеет у нас намерение во благо, а не на зло, чтобы мы имели будущее и надежду. Амин. То есть я позволяю, представляете, если ты это осознаешь, ты будешь молиться на языках, как Павел говорит, бесконечно. Я долго молюсь на языках, всегда молюсь на языках. Если мы осознаем эту истину, мы будем реально молиться всегда на языках, потому что сам Бог внутри нас ходатайствуется. как тебе такой ходатай? Это мы говорим, Женя, помолись, или Маша, помолись, Юля, помолись, или там не знаю, кто помолись, бежим там, чтобы за нас молились. Это замечательно, потому что об этом говорит Слово Божье, что через возложение рук, да, мы многое, что получаем, исцеляются люди, освобождение происходит. Но вот то, что происходит в личном контакте с Богом, это личная вера, благодаря которой ты будешь жить. Все остальное – это десерты, это вспоможение. Но основной белок, из которого состоит твоя мышца, все твои ткани, простите, это личная вера. И именно она закладывается в тот момент, когда у нас есть вот это понимание, это пуповина с Богом, когда мы молимся, написано, что «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными». Последний пример вам приведу. Вот буквально сейчас девочка перед собранием делилась, мы затронули тему, сейчас мне на память приходит. как раз-таки об этом. Еще давно, не знаю, сколько лет назад, лет 10 назад, впервые в церкви у нас появились такие проблемы. Вы знаете, каждый сезон церковь переживает определенные вызовы, да? И на то время, первый раз, сколько существовала церковь, стали приходить женщины, у которых проблемы с мужьями. У кого-то там, проблемы именно семейного характера, серьезные проблемы, когда там мужья уходят из дома, или что-то происходит с ними. Ну, то есть, все, крах, развод. И я помню, у меня было такое желание собрать этих женщин, их было немного, человек пять где-то, сестер. Я собрала их и говорю, давайте, девочки, будем, значит, соберемся, у нас будет домашняя группа, и мы с вами начнем молиться. Молиться и просить Бога, чтобы Он восстановил наши семьи, потому что развод Господь ненавидит, развода быть не может. Давайте будем молиться. И вот мы начали молиться. И я вообще не умею молиться. Вы знаете, я не знаю, я вот эти вот красивые слова про Бога говорить не умею. Иногда послушаешь кого-нибудь, как красиво говорит. Ну, бывает, человек умеет. Знаете, вот человек умеет комплименты делать, он тебе стелет красиво, да? Вот так же вот есть вот люди умеют, они так выйдут, и вот про Бога говорят очень красиво. Ну, я, наверное, научилась что-то говорить, да? Но в основном я стараюсь молиться на языках, а потом у меня что-то рождается, и я вот уже говорю, как от сердца. А вот просто выучить красивые слова про Бога, я такие молитвы не люблю. Я их всегда чувствую. Я всегда вижу, когда человек выходит, начинает заученные фразы про Бога говорить. Это так по-детски смотрится, но как бы пора вырастать, наверное, пора искренне говорить. Знаете, это как ты приходишь, допустим, замуж вышла, приходишь к мужу, и по бумажке с ним разговариваешь, подожди, привет, привет, ты будешь кушать? Будешь кушать? Да? Ага. Так, а он говорит, нет, нет, подожди, подожди. Так, что тогда дальше? Не по тексту. Да? То есть вот это все выученное. Ну, это нормально в начале пути. Я такая же была, это абсолютно нормально. И что, я молилась на языках, мы молились на языках, мы сильно молились на языках и громко орали. Вот, вот что мы делали. И там стучали нам по батареям, и ругались на нас. Ну, это нас не смущало. Мы, в принципе, тогда были в таком сезоне, когда мы это делали всегда. И мы даже считали это, если нам не постучали по батарее, мы не помолились, знаете. Ну, тоже такие перекосы были у нас. Ну, да ладно. И я помню, этих пять или четверо у нас, пятеро было. А, я пятая, четверо у нас было. Их четверо, я пятая. Я пришла в эту группу с одной только мыслью. Вот смотрите, как там написано. Мы не знаем, о чем молиться. У меня было четкое понимание, что Господь восстановит семей. И начала молиться. Что начало происходить? У одной сестры мужа посадили. Вы знаете, это как у Иова. Каждый день новая новость. У одной сестры мужа посадили. После, кстати, крутой помазанной ячейки. После такого присутствия Божьего. Казалось, он должен был прибежать к ней с миллионом букетов цветов. Я не знаю, там миллион петь. Миллион, миллион алых роз под окнами. Я не знаю, там камаз цветов привезти. А он, его посадили. Впоследствии еще узнали, что все это время к нему туда ездила любовница его в тюрьму и жена одновременно. Ну, было весело. Мы не знаем, о чем молиться. Мы-то что просим? Из головы мы что просим? Господь, верни мужа домой. А он усел в тюрьму. И в процессе отсиживания своего срока жена узнает, что еще к нему ездит любовница. И про любовницу она узнала. Впоследствии он на ней этой женщине женился, ушел. Вторая женщина. У нее муж ушел. И как бы... Ну, муж уходит другой к женщине. И мы как ее называем? Ведьма, да? Ну, та ведьма, к которой он ушел. Вот он ушел к этой ведьме. Ну, мы ее так назвали. И мы говорили, Господь! Забери его от этой ведьмы! Кстати, на этой ведьме он женился. Она впоследствии нарожала четырех детей. У них прекрасная семья. И оказалось, она вообще не ведьма с роду. Она служит Богу. Уже очень давно. Это давно было. А вот эта вот девушка, с которой его, вот эта та жена, мы молились, оказывается... Ну, она тогда психанула. Она, когда вот это все начало разворачиваться, она узнала, что вот у ее мужа и его вот этой ведьмы беременность. И она тогда обиделась на Бога и ушла. Это все в моей ячейке, понимаете? Где мы молимся. А у третьей девушки просто муж умер от наркотиков. От передоза. И я помню, так вот прихожу в церковь. Я помню, мы еще в Радуге были. Вы знаете, никакая. На меня такой уж страх напал. До какой-то незащищенности. Я думаю, что за бред? Я-то думала. Мы сейчас, такие воины, создали домашнюю группу в единстве и согласии. Пастимся и молимся, приносим жертвы. И сейчас, значит, Господь за шкирки возьмет этих мужиков. Так вот потрясет. И на место посадит. А случилось все так, как в страшном сне не придумать. И я помню, так пришла, и у меня вот это чувство, как будто бы Господь меня предал. Это что было вообще? Как будто бы, знаете, я же такой борец за то, что я говорю, девчонки, сейчас все Господь наладит. А Он наладил, да не так, как я ожидала. И вот я до сих пор помню этот момент, я вот стою в Радуге. Я даже на первый ряд не пошла. А там, знаете, такая церковь, ну так, как бы кинотеатр, да, такой. И я где-то там на задних рядах, я отсиделась в фойе. Думаю, что я пойду? Я вообще не молюсь. Я после этого не молиться не хочу, ничего. Я вот так вот стою на задниках. И Дух Святой со мной заговорил. Он говорит, ты просто подожди и наблюдай. И мир такой, пришел мир. Я думаю, ну да, на Бога обижаться глупо же, да? Ну это самое последнее, что может быть. Впоследствии. Впоследствии, когда прошло время, я смотрю, что это Божья работа. Бог совершал чудеса. В тот момент. Но я смотрела на это, как на какое-то, я не знаю, проклятие или что это было. Но впоследствии, со временем, я сегодня вижу, я просто не могу назвать им этих имен. Он, ну поверьте мне, что это чудо. Все, что с этими женщинами произошло. Но когда мы молимся из головы, мы иногда молимся, я не хотела бы это называть колдовскими молитвами, но это неправильные молитвы. Потому что иногда мы просим того, чего не надо просить. Это не воля Божья. Как понять, по воле Божьей я молюсь или нет? Для меня это такая практика. Я начинаю молиться на языках, молюсь, 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 погружаюсь в некое вот это состояние другого измененного сознания, и у меня приходят мысли. А иногда не приходят. Не приходят, ничего страшного, я дальше на языках молюсь. Приходят, я начинаю провозглашать. И когда начинаю провозглашать, я чувствую, как атмосфера меняется, как мои слова слышит духовный мир. Вот в этот момент происходит Его воля. Поэтому, девочки, помните, мы зачаты в земле, но у нас есть правильная пуповина. Мы можем с вами питаться от неба. Поэтому Иисус говорит, ешьте плоть мою и пейте кровь мою. Как это возможно? Ты думаешь, что это хлеб и вино? Это символы? Как это физически возможно? Написано, вспоминайте о смерти. Ты, именно когда ты вкушаешь это и пьешь это, ты вспоминаешь, то есть ты привязываешь себя к этой пуповине. Так же, как молитва. По сути, что это? На языках так вообще мозг без плода остается. Ты что-то говоришь, 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 говоришь. Ты остаешься без плода. Но в этот момент что-то начинает происходить. Мы иногда можем даже на языках молиться неосознанно. Я хочу призвать вас это к осознанности. Начните это делать так. Если ты давно молишься, и ничего не происходит, может, так стоит попробовать? Сказать, Дух Святой, я, видимо, что-то прошу не так. А часто мы еще просим, просим, убеждены, что так Господь должен поступить. А Господь говорит, да не так вообще я должен делать. Я столько лет тебе об этом молилась. Ну и что? Твои проблемы. Может, как-то по-другому надо было молиться? Может быть, ты эти молитвы с земли поднимала, а может быть, их стоит с неба взять. Понимаете? Я надеюсь. Вы понимаете, о чем я сегодня говорю? Я вообще не планировала этого говорить. Это вот прям вот так. Слава Богу за женскую церковь. Но я хочу тебя сегодня побудить к тому, чтобы ты себя соединила с пуповиной, чтобы ты не просто ходила по земле, как верующая женщина, а чтобы ты реально питалась небом. И это происходит в духовной вот этой практике, когда ты молишься на иных языках, когда ты погружаешься. В этот момент мозг остается без плода. Ты не понимаешь, о чем молиться. Ты не знаешь, как должно. Ты не понимаешь вообще, за что просить. Ты не знаешь. Ты лишь только повторяешь. Что я делаю? Я повторяю обетования, обещания, которые Бог обещал. Я все провозглашаю. Но это все заканчивается. Эти слова заканчиваются. Но именно то, что рождается в Духе, вот здесь, вот это меняет реальность. Это меняет тебя и меня. Аллалюя. Поэтому я хочу сегодня обратиться к каждой женщине, которая смотрит нас онлайн. Когда зайдешь в свою тайную комнату, закрой дверь и скажи Богу. Господь, я хочу попробовать помолиться с Тобой об этом. Не о всем сразу. Бери что-то одно и какое-то время сиди или стой, или ходи, или лежи. Я не знаю, что ты делаешь там в своей комнате. Как ты это делаешь? И начинай молиться на языках. И ты будешь удивляться. Нет, они не три секунды. Не пять даже минут. У меня есть песочные часы, я вот так переворачиваю, они сорок минут. И за сорок минут я могу несколько тем промолить. И удивительно. Мозг остался без плода. Я все равно не знаю, как Господь будет это делать. Но я чувствую, что Господь обязательно будет что-то делать. И я верю, что Его намерение во благо, а не на зло. А мы хотим все контролировать. И даже Бога. Да не будет такого с нами. Господь с контролем махом разбирается. Он просто даст все то, что ты просишь, другому. Чтобы такого не было, давайте будем просить по воле Его. Амин. Халилюя.